всех приветствую с вами я ваш веган христолюб и мы с вами сегодня разбираем одно из мест евангелия это матфея 3 глава 4 стих о том где нам рассказано об и они крестители и они притечи господним которые где описано как он выглядел что он ел стих звучит следующим образом сам же иоанн креститель притечи имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих а пищи его были акриды и дикий мед вот это место из писания не веганы убийцы труппажоры приводит в пример и в оправдание тому что им можно убивать животных я естественно прежде всего мои видео обращены к людям религиозным верующим как они себя угодно называют сам я являюсь и называю себя и являюсь таковым учеником христовым христианином но при этом я вне всяких культ конфессии систем и проповедую истину она в том что и жизни учения иисуса христа в религиозных сектах естественно тоже искажена там вся прошла через призму до грехов человеческих потому что правит этими системе люди совсем не чистые и не святые не светлые и чтобы говорить на языке так как я сам все это очень хорошо знаю чтобы говорить языком религиозных людей мы обращаемся куда на один из известнейших порталов точнее можно сказать первым в топе это экзегет на своей страничке я сделал уже все ссылки сделал такие краткие комментарии афанасий великий имфимий зигабен и сидор пелусиот преподобные троицкие листы игумена пантелеймона феофилак болгарский блаженный говорили о том что акриды это трава в религиозной среде среди православных католиков и протестантов в том числе ходит утверждение что те же самые акриды и дикий мед которым питался он то есть в частности сейчас речь будет прежде что эти об акридах мы обо всем поговорим и об акридах и о диком меде и о его одежде крестителей вот они утверждают что эта трава они какие не кузнечики как любят говорить очень часто православный что вот и анты ел почему нам нельзя убивать и пожирать животных давайте разберемся были ли это кузнечики у меня есть ссылка кому интересно можете обратиться это статьи все на моем сайте страничка называется веган по библии ссылка будет в описании и здесь все эти найдете к этому ролику в принципе постараюсь и не забыть прикрепите ссылку вот на экзегет топ-1 сайт для людей изучающих писание под названием сборник книг под названием библии как ведь это как раз толкование на евангелие от матфея 3 глава 4 стих сам же он имел одежду из верблюжьего волоса и поиск кожны на чеслах своих а пищу были акриды и дикий мед в принципе чтобы мы с вами все конечно не будем читать как видите здесь всегда очень много этот портал уже стал просто невместимым вот поэтому я ясно для примера приведу пирк первое это аверки таушев он не древний святой это совсем недавнешний так называемый святой православной организации да но я вам зачитаю для пример действительно откуда берут религиозники что это акриды те же самые кузнечики ну а потом я прочитаю лишь зачитаю лишь те и там еще есть некоторые цитаты но я их уже читать не буду как видите я вам специально пролистал это очень много ролик получится невместимый вот и для примера мы возьмем аверки таушев и он креститель был строгим подвижником носившую самую грубую одежду звереблюжьего волоса и питавшего акридами в скобочках написано род саранчи ну саранча кузнечики я так назвал можно в принципе саранча я пока еще значок для ролика не сделал как сделаю может саранча напишу или кузнечики он представлял собой резкую предположим современным юно-наставником ну ладно в принципе здесь все вот то есть этого достаточно с вами зачитали да то есть якобы некий аверки таушев епископ говорит о том что это род саранчи ну и давайте мы с вами почитаем теперь величайших святых столпу в столпов так называемых церкви возьмем кого для конечно людей изучающих предание своей организации но такие имена должны быть известны если нет нож на нет и суда нет да афанасий великий это тот кто написал житие антония великом я уже конечно давно православие сам не практикую кто знает я практиковал его три года до усердно активность чистым сердцем но естественно видя все заблуждение этой организации и дурию и ложь и лицемерие и двули и многолечие естественно все это оставил но до сих пор много чего помню да я очень хорошо и глубоко изучил предание и не просто по каким-то там статьям на сайтах а вот именно я в оригинале читал очень многих вот этих вот преподобных так называемых в том числе один из великих это афанасий великий что он пишет есть растение называемая кругом этому учит нас соломон говоря и зацветет миндаль и отяжелеет кузнечик это это не звать сейчас мы читаем кузнечик это уже перевод на русский чисто да на русское слово то есть афанасий великий говорит о том что вот этими так называемым как уже на русске мы сейчас с вами слышим и звучит акрид да то есть когда-то это звучало как там мы опять и она если понимать да мы на русском языке сейчас я лично говорю акрид я произношу уже непонятно на каком это просто русская транскрипция какого-то древнего слова а здесь уже опять синодальный перевод именно этой цитаты уже прямо говорит здесь если правильно чтоб состыковка было здесь надо не так было цитату вставить а привести я в конце об этом скажу я подытожу ролик той мыслью который сейчас буду немножко так жевать сумбурно но потом мы с вами и уясним здесь надо было даже вот это когда цитату из экклезиаста из книги называемый экклезиаст проповедник 12 глава 5 стих здесь тоже надо вставить слово акрид и зацветет миндаль и отяжелеет акрид то есть это так траву называли кузнечиком то есть как то что на зелененькая тому же палочками такими похожи на саранчу как у саранчи там ножки мы не знаем сейчас дальше пишет афанасий великий мед же то есть он он дает свой комментарий свои мысли это святой 3 века то есть 200 год это всего два столетия прошла после евангельских событий кто не в курсе да я так подсказываю мед же и дикий есть не какая-нибудь трава то есть он говорит что вот акрид это трава но мед конечно это не трава но действительно дикий мед весьма горький и противны всякому вкусу ну здесь конечно же я сейчас буду вам приводить этих цитат этих так называем святых именитых имен в то они не взять на все там святые в органе в этой православной организации назначены да вот и конечно здесь будет очень часто особенно как учитать мыс подчеркнут что просто ян был великим подвижником таким как они хвостником да поэтому даже мед был горьким это ладно мы все за скобками оставим нас нас сегодня как веганов или людей которые интересуются и хотят познать истину как любовь к животным как веганство интересует другой вопрос да мед и ангел отрицать это невозможно даже вот по этим толкованием об этом мы еще обязательно скажем читаем емфиния зигабена евфимий правильно упомянул и об одежде и а пищу показывая их простоту и божество а через это научая не заботиться много о теле и презирать расточительность не доискивайся до того не доискивай с того кто ткал ему одежду или откуда он имел пояс гораздо более заслуживает удивление то как он будучи с детства в пустыне привык с такого возраста к неравномерному климата знай что как в том случае все ему доставалось проведением божьим так в этом он укрепляет перенесение разных лишений одни говорят что акриды здесь вот зигабен 2 опять тоже показывает направление зигабен более конечно уже современный так называемый святой что акриды это верхушки каких-то трав другие что это трава называемой акриды то есть либо верхушки трав то есть но есть трава уже вершок как-то называется там акрид до от этой травы либо сама трава то есть он сам не знает но говорит об этом третье что это рот насекомых говорят что в тех странах до сих пор очень многие едят их предварительно выкоптив и законодатель причислил их как как к разряду чистых животных но они имеют неприятный запах и вкус но лучше следует и какой делает ефимий зигабен но лучше следует держаться первым мнением то есть ефимий зигабен говорит что несмотря на то что бытует разные мнения правильным будет для православного для католика для протестант потому что все равно основывать свои тоже учения вот и на этих том числе до преданиях хоть они их там не признают официально но все равно им другую литературу нечего изучать ваша сами они вышли из этих же организаций он говорит что для человека для религиозного принадлежащего к одной из какой инсект ну так называемых христианских на самом деле они псевдо христианские вот но для них лучше придерживаться первый вариант что акриды это верхушки некой травы давайте дальше читать кто там у нас и сидор пил всего троицкие игры я пропущу я не буду вам все это уж кто хочет сами обратитесь читать и сидор пилосиод преподобные тоже из древних все там пружие скобочках акриды вы видите тут опять какие-то слова уже пружие да то есть это перевод уже и сидора там да но речь пойдет об акридах то есть копках нам уже автор вообще вот этого сайта вы в конце мы с очень важную в этом ролике должны быть подчеркнуть который я подведу которым питался анкрестили был не живые твари и сидор пилосиод преподобный пишет а похожие на жуков как не живые твари похожие на жуков как думают иные по невежеству я хочу чтобы меня услышали если религиозный человек способен будет меня слушать да не отвергнув сразу истину и сидор пилосиод преподобный пишет что акриды которым питался ан креститель были не живые твари похожие на жуков как думают иные по невежеству да не будет всего восклицательный знак но верхушки трав или растений а меди я уже не читаю я вам уже сказал да мед все пишут признают по-русски написано мы скажем позже меди и сидор преподобный пилосиод преподобный афанасий великий один из толпов ортодоксии ортодоксальной организации так называемой христианской утверждают что утверждают эти люди не просто вам варианты предлагает как уже более поздние да они утверждали во втором в третьем веке что акриды это это верхушки и трав или сама трава это очень важно понимать так так идем с вами дальше кого мы посмотрим так ну вот троицкие листки игумена пантелеймона но это уже достаточно современные как я говорю тоже называемый они все обязательно святые как я говорю ну как видите их даже публикую да то есть известные всякие там лица в организациях читаем господь близкого он стоит при дверях сердце вашего будешь готова встретить его сам же ян своими речами напоминающим так бренса у грубо одежды с почвы жизни же давать мы пропустим слушайте внимание имел одежду сейчас и поисше а пищи его были читаем вот отсюда специально вам все показаны крайне чтобы вам даже не надо было никуда там искать были акриды особый род саранчи который теперь употребляет в пищу арабы а вероятнее как объясняют святой афанасий и си то есть смотрите он пишет еще раз дан скобочках это уже пишут особый род саранчи который теперь употребляет в пищу арабы а вероятнее то есть в теории он опять говорит два варианта либо так а вероятнее как объясняют святые афанасий великий которому с вами уже в оригинале то скажем прочитали и исидор пилосиот которому то что читали который утверждал что люди по невежеству говорят по незнанию по тупости своей утверждают что акриды это были саранча или кузнечики да это верхушки особой травы пустынной который впоследствии питался по примеру своего учителя притечи господни и апостола иоанн богослов то есть сюда еще игумен пантелимон и иоанна богослова уже до что и он этим питался мы не знаем этого предания обросло просто такой бородой что ортодоксальная что там уже концов крайне найти как об этом пишет святитель климент александрийский просылается он тоже на древнего этого святого да вот ну ладно мы сегодня с вами и она не будем трогать хотя вот именно видите можно докопаться до того можно климента александрийского почитать древнего святителя сравния афанасию великому вот и узнать что еще иоанн богослов будучи изначально учеником иоанна креститель потом ставший учеником иисуса христа но после смерти воскрешения вознесения иисуса жил уже своей жизнью как мы видим по примеру еще памяти своего учителя иоанна притечь прежде питался такими же акридами то есть верхушками трав вот ну и давайте почитаем я специально напоследок оставил кого вот мне хочется если какой-нибудь хоть православный религиозник кто-нибудь меня слушает и способен был дослушать до этой минуты самое так скажем фундаментальное основное толкование в православной в католической даже в том числе секте организации по пример в принципе протестантизме все равно обращаются к труду некого феофилакта болгарского это святой 10 или 11 я могу веках немножко путаться вот то есть это на рубеже тысячелетий он был уже дает уже уже при при нем можно сказать было разделение уже официальная даже православной католической церкви так называемый надо на 2 данный европейскую можно сказать и восточную вот вот он написал полное толкование на новый завет в частности да вот и все все религиозные люди взращиваются помимо нового завета именно на толкованиях феофилакта болгарского ранг его блаженный да ему приписали такой такой есть такая степень святости так называемая вот давайте его почитаем на нем основывается все да вот они читают прям все надо читать толкованием читать евангелие любой вам батюшка скажет с толкованиями феофилакта болгарского я учитал можно сказать целиком да да не может сказать но за это я конечно целиком читал с его толкование в свое время очень хорошо знаком давайте мы его прочтем целиком его мысли на этот отрывок прийти эти призывал к покаянию видом своим хотя нет давайте мы все это пропустим все таки все святые ты 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 ибо кожа есть мертвого животного некоторые говорят что акриды и вот заканчиваем его это трава которая называется и мелагры другие же разумеет под ним под ними и орехи и дикие ягоды вот вам и все вот мне хочется кто там религиозники православные там со мной вечно воюет вот вам феофилак болгарский уже после тысячи лет после евангельских событий не то что уже травой акриды стали а уже стали спокойненько и орехами и дикими ягодами более того читая толкование феофилакта человеку читает если ты не поймешь что за акриды на русский слову на русский язык слова вообще непонятно вы спросите хоть одного православного вообще новый завет то читал или евангелие хотя бы вы спросите это православного а ты действительно феофилакта болгарского которая твоя же организация обязует в принципе читать евангелие с толкованиями феофилакта болгарского столкование скалы с комментарием вот он обязательно откуда не слышал да что акриды это вот саранчали кузнечик а ты читал вот твой феофилакт болгарский он даже феофилакт болгарский я специально ведь и на нем заканчивает очень важный момент возможно кто меня там известно будет смотреть для них это вообще все далеко может быть посмотрит до конца и вы может просто этими роликами делиться чтобы те люди которые связаны с псевдо христианскими этими сектами они конечно узревали правду просто но вот любой прославный а также хочет сказать ты откуда все вот это берешь да ты собираешь и действительно я те сам показал что источник как бы есть пожалуйста вот ваш основной источник если пришел по цепочке вот взял библию взял новый завет взял евангелие прочитал взял начался феофилакта болгарского ты бы узнал что акриды трава ну или орехи или дикие ягоды почему я в принципе заканчивая хочу подойти думал ролики мне обычно большие но в принципе в полчаса мы умещаемся уже 20 минут буду стараться не сильно большие ролики по записывать по библии по вот этим вот местам веганским так называемым до оправдания не веганству все мои ролики будут называться по новому зовет в принципе не веган потому что иисус ильян вот там ел что-то или что-то делали что-то говорил или там апостол павел и вот сегодня такой знаете он вводный ролик может сказать предисловие потому что история оба не крестители это с этого начинается евангелие не зря у нас он пред течи то есть идти тот кто течет перед иисусом да вот из этого начинается все евангельская история рассказывается прежде всего бане крестители при течи о том как вот жил как он выглядел по поводу то есть акридов я надеюсь вы разобрались пожалуйста видите так как говорится попробуйте вот поспорьте с этим да давайте я еще скажу по поводу дикого меда мед я еще не записал видео в принципе мед не в промышленных масштабах которые производятся не у каких-нибудь пасечников я об этом запишу отдельно ролик здесь сейчас не могу дать ссылки я еще его не записал что мед если бы конечно сами делали и не в промышленных масштабах а чисто когда вы заводите ульи как заповедники для пчел если вы там одну рамочку будете в неделю с них помимо этого улья кто знает есть действительно гуманный способ меда это когда помимо самого улья сверху можно ставить рамочку и пчелы здесь тебе собирают и от того что ты из целого улья даже не вытаскивая не давя там пчелок не нарушая не травяя их там этим дымом если ты возьмешь себе одну они те там рамочку соберут меда они конечно же не пропадут не погибнут и им зимой хватит своего собственного меда это любовь точно так же как бог все придумал что и мы люди мы трудимся столько выращиваем на своих же участках там садах огородах что этого с преизобилием всем хватает если вы себе возьмете там рамочку меда от этого пчелы не погибнут вот никто не погиб никогда вы это ставили брали потому что вот не делать в коробках не давить их крышками там да или не травить их этим дымом там не разгоняйте есть такой способ сверху ставится еще ну кто там ради жира когда промышленники эти пасечники там они наставляют помимо у лесу на коробкой большими ящиками наставляют еще сверху да вот то если вы вот аккуратно также но они просто больше собирает и все это отнимать но если вы игру рамочку 2 с 1 уля вас там уж их 10 себе с человеку не так много всего жизни надо если вы этот мед себе соберете в каких там лечебных целях вкусовых там можно вино добавлять если не сладкий там какой-то фрукт чтобы она забродила в гуманных целях совсем немного будете себе брать у пчелок которых которым вы там у себя на участке сделали заповедник для пчел чтобы они жили не погибали что у вас там все опылялось на участке они своей собственной жизни они не привязаны вот то в этом нет ничего плохого и поэтому кстати по поводу теперь я на притечи до который ел дикий мед если он там подошел сколько он меда был съесть а то что он подошел там митку поел или эти же самые травы вот так помазал и ел с этим медом то это лишь гармония любви с природой вот и все здесь ничего нету а суть пред осудительного вот и все поэтому если я притечи ничего не собирая не будучи пасечником там не мучая пчел не все вот это вы все поняли все конечно посмотрите ролики есть полно роликов про индустрии вообще почему мед якобы веганы не едят я сам не ем я сам не покупаю это очень важно все не покупаю это у ни у кого да то есть не в магазинах не упасть не знаю как что это делается это там эксплуатация конечно там это убийство все что связано с массовым не веганским производством продуктов животного происхождения там везде боль страдания и смерть вот но гуманный способ просто не вдумайте после моих слов этого видео оправдывать себя и начать покупать там мед где-нибудь где вы вот я говорю не знаете откуда это если вы только сами ну или грубо говоря русском типа вот веганского поселения и грубо россии я в такой сделал и вы бы могли у меня брать вот зная все это только при таком условии муж конечно сами не делать я могу быть веганом жить в городе ваш друг у веган может в деревне вот такими вещами заниматься да тогда можно только при этом условии это очень важно понять вот поэтому в том что опять же и ангел дикий мед как называет слова ел не зашим там половниками хлебала ехали ту же самую траву этот который он собирал скорее все или руками него не тарелки то ложки не было вот так подойдет эту штрафу помпа папа поскребет поэтому по диким сотам этим день там где там пчелы все это устраивали и покушает и все поэтому здесь ничего нет по поводу одежды зверблюжьего волоса и кожаного пояса во первых сейчас я этим закончу вот тоже самое или уже мы к этому давайте перейдем по поводу дать всего скажем вернее вот это я скажу а потом мы об этом посмотрим два две вещи я хочу что вы уснили вот как раз концу финальному ролику очень чтобы будет поняли по поводу вообще бумажек которые до нас дошли жизнь и учения иисуса христа все евангельские события происходили на сегодняшний день ролик я записываю 22 января 2020 года искажены порой до неузнаваемости все эти бумажки до нас дошли написаны и переписаны и перетолкованы людьми более того прошедшие через лютые времена вот этих вот всех 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 православных католиков которых вы знаете протестанты вы посмотрите чем особенно кто в них находится чем они занимались эти секты людей убивали не думая вообще во имя христа сжигали на костре закрывали в храмах поджигали узнайте что было в старообрядческий раскол до узнать в россии узнаете что было у католиков с этими всеми экзекуциями до инквизициями узнать что было протестантов когда они откалывались узнать что было вообще когда вот в этом где вот эти все были афанасии великие исидоры пилосиоты пилосиоты до василия великие кстати василия великого забыл еще но его там не было у него просто василий великий здесь на один из столпов трех учителей так называемый вот именно ортодоксии вместе с афанасием великим да естественно они все ссылались на первую главу книги бытия сотворение мира веганским и что человеку нужно есть только веганские продукты до продукты не животного происхождения не получены посредством убийства или эксплуатации животных вот и все эти бумажки когда особенно в третьем веке так называемое христианство стало государственной организации до узнать что там происходило кто кого как вырезал про арианскую ересь так называем вообще про все эти события когда все эти соборы так называемые царем собираемые до какого отношения царь имеет до децентрализованной децентрализованному христианскому учению по образу и подобию соучителя вообще непонятно точнее понятно да как все это уже делалось и вы сами подумайте что до нас дошло в каком варианте это очень важно принять если для вас вот это современная бумажка библия талмуд которые кого дома лежит полиция является авторитетом вы никогда не достигнете истины для вас всегда вот истинное добро а вот бумажка талмудовая неизвестно кем написаны будет исперевешивать вы так останьтесь во тьме во зле и вкусите все то зло которую в жизни творить потому что каждый человек будет отвечать за свои дела они за бумажки вы не сможете тыкать богу на суде так скажем вот там бумажки было написано человек как иисус говорил это то что он есть это ваша природа бог никого не судит бог никого не прощает и никого не наказывает вы просто окажетесь тем кто вы есть вся ваша внутрянка явится наружу вот и все если вы убивали у животных или участвовали в убийстве эксплуатации животных это ваша природа вас нет любви естественно вас нет любви в каком царстве небесном любви вы будете находиться где все все любят друг друга вы даже вы даже рай не достойны вы еще даже в рай не вернулись где не то что там защищать и животных и жертвенную любовь вот в том числе про в проповеди за них над подвязаться вы даже в рай не вернулись где хотя бы надо было не убивать животных о каком царстве любви вы можете там фантазировать о себе и мечтать это очень важно вот поэтому все вот эти опять даже мы тут читаем там одежда из верблюжьего волосы кожаный поиск а будто он сам там свинью зарезал н креститель все мы не знаем может у него одежда была из конопляного волокна но кто знает что там понаписал кто-то очень важно понимать я к чему привожу ты я мечту казалось бы скажет но здесь ты ни у кого нет сомнений вон ты сам толкование там почитал я вам теперь еще раз эту мысль до конца концентрирую посмотрите мы с вами читаем на вот этих религиозных ресурсах и они в во втором веке в третьем веке уже не знали что такое креды это вообще к тому еще разговору кто знает как пишется все бумажки к сожалению то не смогу в каждом ролике говорить я в каждом видео потом последующим сейчас я буду серию все по новому завету записывает как скажем ролик который будет предисловим толчком я к нему буду давать конечно отсылки вот сюда о чем во всем сейчас говорю вы посмотрите что мы с вами читаем они в третьем веке уже не знают что такое креды уже несколько мнений уже в третьем веке казалось бы хотя я как кажется что это и и немного с другой стороны угру слушайте посмотрите третий век вот мы с вами живем как вы думаете много в россии чего не знают про куликовскую там битву знает только одно слово что там был про те времена вы почитайте историю да мы ничего уже не знаем уж каких-то нюансов и второе отношение к бумажке кто знает какой религиозников вот если бы у них было дух а не буква религиозники меня поймут о чем я говорю они бы когда переписывали свои бумажки они вот это слово акриды сразу бы меняли бы на нормальное понятное слово своим людям посмотрите на религиозников у них в православии до сих пор читают все на церковно-славянским которым ни один здоровый человек в здравом уме и твердой памяти не понимает вообще вообще не понимает у католиков на латыни все читает протестанты хоть читают якобы можно сказать на современном языке но они читают вот опять же вот это же все любой просто вот берет человек книгу он вчера обратился против кто-то там обратил да ему дают эту библию евангелий он открывает начинает читать и он не понимает что это такое акриды ему надо обращаться к ним там уже протестантским толкованием или вот к более древним и лезть искать что такое акриды почему вы бы они боятся букву изменить они живут не духом а буквой а почему а потому что вот они сами уже не знают они боятся изменить и вместо акрида написать трап и стал там травою или пшеницу и там и и и диким медом потому что они сами не знают никто уже не знает и и и они сами он изучают там к древности обращаются видит что никто не знает они так оставляет ну пусть ну пусть вот так вопрос в подвисшем состоянии будет вот так вся жизнь у нас а если бы сразу а а ведь этот религиозный дух он был от начала еще учеников иисуса христа он дошел до нашего времени вот он что делать когда мне говорят да ладно чё ты там на секты наезжаешь да вот плоды секты люди боятся букву поменять если бы сразу ну ладно где-то слово акрида было понятно в той местности где это изначально все было в том же самом израиле так называемом древнем да во всех этих вот евангельских событиях тех времен то но кто начал писать все это когда-то в первый раз стали потом переводить все это но неужели нельзя сразу писать понятно теперь все ломают голову да конечно труппажором убийцам каких в религиозных среде основная масса людей 99,9 процента им конечно удобнее думать что акриды это да это там какая-то саранча значит теперь я могу сам убивать или спонсировать убийство животных и вообще веганами становиться а он и дикий мед ел но он-то мел вот так ел травку окунал а вы спонсируете массовое производство и насилие все вот это того же самое в меде всем со всем этим связано до чего себя с ним сравнивать это ну и благодаря уже этом я вам говорю где вообще правда что вот это все волос верблюжий там и поиск кожаный что это все вообще правда написаны и так именно переведено я могу по-другому написать что это было да одежда из конопли и веревка там такая же самая крепкая считается из конопли вообще вещи там и ну а естественно в разных странах есть свои растения но кто сказал то вот что вот это ну мало ли что написано ну и закончить я хочу словами иисуса христа иисус христос обаяния крестителя говорил следующую вещь да он пророк и больше пророк и больше его не восставала и не будет восставать боль то угрыла не пророка голосов пьющего в пустыне он претечи уже нечего пророчества все пророчества уже сбываются на иисусе христе когда он является и о нем то что он говорил не восставал между женами больше вот речь шла об этом я сейчас специально прям дословно не цитирую религиозники сами все знают откуда я это цитирую о чем говорю мне даже не надо открывать писание я все кто знает я дословно знаю библию но по святости по уровню святости в том контексте где иисус говорил который я сейчас цитату произнесу иисус говорил именно об уровне святости о том даже и о жизни даже и она естественно его учение что он тоже был обычным человеком бог конечным открывался и бог ему сказал что ты засвидетельствуешь о боге пришедшим во плоти но он не порабощал его свободу и он жил своей жизни это же были свои мысли свои понимания свое учение иисус так сказала баня крестителя что меньший в царстве небесном куда и стремятся все христиане меньше самый маленький вот грань небесного царства вот пол вот меньше которого здесь стоит он больше она крестителя это слова иисуса христа то есть меньше в царстве небесном больше иоанна крестителя поэтому если вы хотите будучи христианами попасть в небесное царство любви иисуса христа вы должны не на иоанна предтечу крестителя смотреть нам описаны его жизнь здесь нигде не стоит даже в бумажке кстати в евангелии от матфея где бы вы не читали не написано что это святости предел подражания это просто описание событий то что иоанн делал так это не говорит что вы должны делать так и вечно религиозные отмазы религиозников о том что ну что теперь иоанн креститель не в раю да а ты святей него да я святей него я веган иисус христос так сказал иисус был веганом это бог пришедшего плоти тот бог который сад изначально сотворил мир веганским им ему не нужно было опознание истины ему не нужно было потворствовать грехам человеческим быть как все именно за это его распяли то чтобы был не как все конечно у религиозников там целый комок дури который не 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 распутать чтобы понять что он креститель тоже когда-нибудь в небесном царстве любви если достигнет совершенства если достигнет совершенства потому что он точно так же перевоплощается он точно также когда ты был ильей об этом иисус прямо засвидетельствовал кому интересно понять почему и иоанн или это одно лицо есть не забуду дам ссылку здесь на ролик где я показываю что опираясь на слова иисуса что или я иоанн креститель это в очередной раз воплотившись илья это одна и та же личность один и тот же человек иисус прямо об этом свидетельствует так что вот так вот поэтому очень важно понять выбор за вами вы никогда не отмажетесь человек это то что он есть вы можете конечно пока у вас религиозный ум как иисус говорил окаменелое сердце ожесточенное конечно вы будете противиться истине вы будете искать отмазы себе где угодно в бумажках там в дуре во всякой бумажках под названием библии или в бумажках под названием предание вашей секты до в словах ваших попов вашего пастыри батюшки там да да но вас это не спасет человека то что он есть каждый как говорят за свой хвостик будет подвешен ты то что он есть иисус прямо говорил что когда приду за тьму святых ангелов воздам каждому по делам его а дела ваши труп ожоров убийц это смерть насилие кровь слезы страдания и жестокость вы за эти дела все дадите отчет вот и все каждый достать что абсолютно каждый прямо или косвенного в них участвуете это очень важно папа понять поэтому если вы хотите попасть в небесное царство любви и света добра радости милосердия становитесь еганами потому что веганом был иисус христос на моем на этом же канале на котором вы его и смотрите это видео вы можете всегда найти два основных плейлиста по веганству названы они веган по сердцу и веган во христе или постоянство в любви веган во христе это мой авторский плейлист с моими авторскими видео которые вот вы сейчас и смотрите этот ролик будет в этом же плейлисте в начале всегда плейлиста есть анонс я в принципе рассказываю всех видео о его структуре как видите на На сегодняшний день там уже больше 127 роликов. В оконцовке получится около 150. На этом с ним и закончим. Кто ищет, особенно люди, которым не чужды слова Бог, истина, вечность, царство небесное, рай, ад, вам сюда. Вы найдете ответы на все свои вопросы. Что да почему да как. Конечно же одно условие, как говорил Иисус, это алчба и жажда правды истины. Несмотря ни на что. Надо полностью очистить свое сердце, свой стакан. И очистить его от грязи, от авторитетов, от всего этого. Мысли общества и прийти к истине. И вдогонку вам не будет лишним. Это веган по сердцу. Это плейлист, которым я собираю не свои видео. Что там только нет. И документальные, и художественные фильмы, и стихи, и клипы, и чужие выступления. Проповеди. Тоже очень полезно. Вы откройте для себя все. Дадите себе ответ на все вопросы, какие у вас есть по теме веганства. То есть, что такое веганство. Это любовь к животным. Всячески во всем проявляемо, во всех сферах жизнедеятельности человека, во всех сферах вообще жизни. Это не только еда, это не только непотребление продуктов животного происхождения. Это именно не ношение одежды из животных, мехов и так далее. Посмотрите, как он получается. Это все. Это против экспериментов над животными. Не важно ради каких целей. Даже якобы ради спасения человечества таких болезней. Это против всех цирков, всех этих зоопарков. Это тем более против какой-то охоты этой дикой. В современном мире. Тем более все охотники. Это явно люди, которые просто больные психи. Убивают уже ради удовольствия. Против всего вот этого. Так что, go vegan. Становитесь веганами. Очищайте свое сердце, душу. И тогда добро пожаловать в небесное царство любви. Делитесь этими роликами. Ставьте лайки обязательно. У многих людей есть вопросы по этим темам. Все. До встречи в следующих видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok